Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед по посланию святого апостола Павла к Ефесянам. И сегодня мы говорим о второй главе. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим водским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, богодатью быть спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство богодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Здесь апостол говорит о нашем спасении. И спасение из какого состояния? И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили. В каком смысле мертвых? Ну, конечно, будучи безбожниками в мире, мы вполне себе жили, ходили, говорили и вели себя, как живые люди. Но духовно мы были отчуждены от истинной жизни. В определенном смысле, в смысле подлинной духовной жизни, мы были мертвы. Мы были лишены настоящей жизни. И мы этого даже не замечали. Нас-то не заставляло страдать, потому что мертвый не замечает фактор своей мертвости. Вот мертвое тело не болит. Мы жили по обычаю мира сего. Вот мир сей, он является падшим миром, и его обычаи глубоко повреждены грехом. Апостол нас постоянно увещевает не сообразоваться с миром сим. Не делать так, как все делают. Потому что мир сей, он пребывает во грехе. По воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. Далее апостол об этом говорит подробно, но здесь он указывает на то, что существуют духовные силы зла. Чем они занимаются? Вот обычно, когда люди слышат о бесах, им представляются какие-то голливудские фильмы со спецэффектами, из которых ясно, что основное занятие бесов – это производить спецэффекты киношные. На самом деле, конечно же, это не так. И основное занятие бесов – это побуждать людей, склонять людей к греху, уводить их от пути спасения и побуждать их к разным небогоугодным делам. Между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочее. Плоть у апостола Павла – это наша падшая природа в целом. То есть в современном языке плоть – это что-то, связанное с человеческой сексуальностью. Для апостола это не так. Плотские грехи – это не только грехи, связанные именно с тем, что мы называем плотской распущенностью. Это также зависть, ссоры, ярость, гнев, ереси. То есть те грехи, которые мы бы назвали психологическими, духовными. Плоть – это то, что побуждает нас к противлению Богу. То есть, например, гордость – это тоже плоть. Вроде бы такой духовный грех, но это тоже признак нашей падшей природы. «Исполняя желание плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». То есть чадо гнева – это те, на ком тяготеет Божий гнев. Библейский такой оборот. Сыны чертога брачного – это приглашенные на свадьбу. Сыны проклятия – это проклятые люди. Сыны богословения – это, наоборот, богословенные. Чадо гнева – это те, на ком тяготеет Божий гнев из-за их грехов. И мы находились в таком безнадежном положении. В других своих посланиях апостол Павел тоже описывает наше состояние как чрезвычайно бедственное. И здесь Бог приходит к нам на помощь. Надо сказать, что вот эта способность увидеть свое бедственное состояние, оно приходит, когда человек уже находится под воздействием Божьей благодати. Потому что обычно, когда человек живет в отчуждении от Бога, живет, можно сказать, в аду, он не считает, что с ним что-то не так, а все так делают. И потом, когда он обращается к Богу, наглядывается на свою жизнь и говорит, да я в аду живу. И так бывает, когда человек обращается из каких-то драматических обстоятельств, он совершил преступление, он вел преступный образ жизни, он сел за это в тюрьму. В тюрьме он покаялся, обратился к Богу, он наглядывается и говорит, да я живу в аду. Иногда бывает менее драматично, человек в тюрьму не садился, просто живет безбожной жизнью и думает, что с ним все в порядке. Но потом он обратился, он покаялся, он наглядывается назад и говорит, да я живу в отчуждении от Бога, я живу в аду. И Бог приходит для того, чтобы спасти этих людей. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую он возлюбил нас. По какой причине действует Бог в отношении грешников? Потому что Бог богатый милостью по своей великой любви, которую он возлюбил нас. За что он нас возлюбил? Что в нас его привлекло? Ничто. Абсолютно ничто. Бог действует из чистой, незаслуженной милости. И это одна из центральных мыслей апостола Павла, что Бог всегда действует из чистой, незаслуженной милости и любви. По своей великой любви, которую он возлюбил нас. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во кресте Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство богодати своей в благости к нам во кресте Иисусе. Что по отношению к нам сделал Бог? Он нас оживотворил со Христом, он дал нам новую жизнь. Богодатью вы спасены. Что такое богодать? Незаслуженная милость. Это не что-то такое, что человек заслуживал или зарабатывал. Это не что-то такое, что ему причиталось по справедливости. Нет, это акт чистой, абсолютно незаслуженной милости. Представьте себе, скажем, беспризорника, который живет на улице и зарабатывает себе на жизнь воровством или еще какими-нибудь способами, о которых мы и говорить не будем. И он грязный, он распущенный, он вороватый, он грубый, он некрасивый, он неприятный. И вот приходит царь и говорит, я тебя усыновляю, ты будешь у меня наследный принц. И он берет этого беспризорника в дворец и начинает терпеливо его учить тому, как должен жить наследный принц. И показывает его всем послам иностранных держав, это наследный принц. И всем придворным, это наследный принц. И этот беспризорник не может сказать, ой, я чем-то это заслужил, я чем-то заслужил попасть во дворец. Нет, это был бы полный абсурд и нелепица. Это чистый акт милости со стороны этого царя. Но разница между царем и бродягой на улице, она не такая большая, как между Богом и его падшими творениями, конечно. Когда Христос приходит, чтобы умереть за нас, мы абсолютно ничем этого не могли заслужить, в принципе. Это чистый дар Богодати Божией. Богодать его спасены, говорит апостол. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Апостол Павел говорит об этом с такой несомненностью, как об уже совершившемся факте, примерно так, как... У меня был знакомый, который получал гражданство Российской Федерации. И он очень обрадовался, когда он достиг своей цели. У него в кармане оказался российский паспорт. И он с этим паспортом, в принципе, мог находиться в другой стране, но он уже гражданин Российской Федерации. Он уже имеет это гражданство. Он уже может возрадоваться о том, что, да, теперь Россия моя страна, я могу в нее приехать, я буду жить там как гражданин. И мы уже граждане небесного царства, просто по факту нашего крещения, нашей принадлежности к церкви. И в этом отношении мы уже посажены на небесах. Это уже, несомненно, то, чем мы обладаем. С какой целью Бог все это делает? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство богодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Иначе говоря, цель Бога – проявить свою доброту. «Преизобильное богатство богодати своей» – это просто, если пытаться, это проще как-то сказать. Просто цель Бога – проявить свою доброту к нам. Бог созидает мир. Почему? С какой целью? Не с тем, чтобы чем-то восполнить свои нужды. Не потому, что ему скучно, не потому, что ему чего-то не хватает. Бог абсолютно самодостаточен. У него все есть. Бог обладает полнотой радости, полнотой любви, полнотой жизни в Святой Троице, полнотой общения, Бог абсолютно полностью счастлив, и у него нет каких-то нужд, которые должно было бы восполнять творение. Бог действует, исходя из чистой щедрости. Он приводит мир в бытие, потому что он желает разделить свою вечную жизнь, свою вечную радость, свою любовь с другими существами, делая это из чистой щедрости. У Бога нет другого мотива, кроме как действовать из чистой любви и щедрости. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Наше вечное спасение есть дар Бога, и апостол подчеркивает, не от дел, чтобы никто не хвалился. Никто не может сказать, что он заработал свое спасение. Чем я заработал, что Христос за меня умер? Это абсурд вообще, было бы так говорить, и предъявлять какие-то свои заслуги, какие-то свои монетки переносить, потому что Христос умер за наши грехи, и благодатью мы спасены через веру. И здесь стоит чуть-чуть остановиться, что значит «спасены». Апостол говорит здесь и в некоторых других местах, что мы спасены уже, как о неком завершенном деле. В других местах апостол говорит о спасении, как о продолжающемся процессе. Он говорит со страхом и трепетом, совершайте свое спасение, ибо Бог производит восхотение и действие по своему благоволению. И также он говорит о спасении, как о неком будущем событии, о том, что мы еще будем спасены. И что же такое спасение? В каком смысле мы уже спасены? Спасение – это некая реальность новых отношений с Богом, новой жизни, в которую мы входим или отказываемся войти уже здесь и сейчас. Важно понимать, что спасение – это не страховка на случай смерти. Это не значит, что я вот расписался в углу, что я верю в Иисуса Христа, положил эту бумагу, значит, в ящик стола среди других важных документов, и на страшном суде ее предъявлю, и, значит, все будет в порядке. Нет. Спасение – это реальность, в которую я сейчас вхожу или сейчас отказываюсь войти. Если я в нее вхожу, это означает глубочайшие перемены в моей жизни. И в этом отношении мы действительно спасены, мы введены в эту реальность спасения, которая в нас действует, которая в нас разворачивается, в которую мы углубляемся, и в этой реальности нам предстоит возрастать, пока мы не достигнем небес. Поэтому можно сказать, что мы уже спасены в том плане, что мы введены в эти новые отношения с Богом, мы введены в эту реальность спасения, мы обнадежены тем, что Бог нас ни в коем случае не бросит, Бог доведет нас до осуществления его замыслов. Но это, конечно, не значит ни в коем случае, что процесс нашего спасения завершен, мы можем уже лежать на диване. Конечно, если мы спасены, то несомненный признак этого, то что мы на диване не лежим, но усердно служим Господу. Как и говорит апостол Павел в 10 стихе, «Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы во Иисусе Христе стали новым творением, и это новое творение, оно себя определенным образом проявляет. В чем? В добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять. Апостол подчеркивает наше спасение не от дел, мы его не заработали, мы его не приобрели, мы его получили в дар. В дар настолько огромной ценности, что было бы нелепо думать, что мы его чем-то заработали или оплатили. Это было бы нелепо и абсурдно. Но этот дар проявляется в том, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Та милость и богодать, которая дарована нам от Бога, она проявляется во внешний мир, она проявляется в добрых делах. И далее апостол пишет, «Итак помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Апостол обращается к язычникам по плоти, то есть к людям, которые не принадлежали к богоизбранному народу израильскому. Бог избрал израильский народ для того, чтобы в его среде явилась богословенная Богородица и чтобы в его среде воплотился спаситель Иисус Христос. И до прихода Христа этот народ был единственным народом, который поклонялся истинному Богу. А вокруг были язычники, они поклонялись множеству разных богов, они не знали воли Божией и их нравственный уровень был ниже все-таки, чем у иудеев. И апостол говорит, «Теперь вы, язычники, люди, которые родили за пределами Божьего народа, теперь вы Христом призваны к Богообщению. Теперь знание истинного Бога, которое раньше ограничивалось одним народом, теперь оно простерлось на все народы. Любой человек любого происхождения теперь может обратиться к Иисусу Христу, может стать наследником ветхозаветных пророков. А теперь он говорит, «Вы, теперь во Христе Иисусе, вы бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовой». Между иудеями и язычниками в Древнем мире существовало не только глубокое разделение, это были две очень разные группы, но существовала определенная взаимная неприязнь. И мы живем в мире полном разных этнических неприязней, разных политических конфликтов, разных этнических неприязней. И апостол говорит, что все они уничтожаются в церкви. В церкви больше нет этого разделения. «Теперь вы во Христе Иисусе, вы бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». И он продолжает, «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, устранив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». То есть вражда, как между иудеями и язычниками, так между людьми и Богом, как и между людьми вообще, она убита на кресте, потому что Христос умер за наши грехи. Вот вражда, которая подпитывается взаимными претензиями, всеми этими «не забудем, не простим», она уничтожается, когда мы взираем на крест. Христос умер за наши грехи, и Он умер за грехи тех людей, к которым мы имеем претензии. Это огромное послание, оно не вмещается в наши маленькие сердца, его очень трудно усвоить. Но Христос умер за грехи наших врагов. Как Он умер за наши грехи? Все те претензии, которые могли быть справедливо выдвинуты к нам, которые могли быть поставлены против нас на страшном суде, они поглощены и уничтожены, когда Христос умер за наши грехи на кресте. Но это относится не только к нашим грехам, это относится к грехам других людей. Мы имеем надежду вечного спасения, на чем она основана, на том, что Христос умер за наши грехи. Но Христос умер не только за наши грехи, Он умер за грехи других людей. И как мы теперь можем враждовать, как мы теперь можем предъявлять претензии, как мы теперь можем говорить, а вот вы согрешили, а вот вы еще в 16 веке наших обидели, или как, какие-то личные, какие-то конфликты, а вот ты, значит, про меня плохо в фейсбуке написал, за все эти грехи великие и малые уже умер Христос. И это значит, на кресте убита эта вражда, убиты эти взаимные претензии. Когда мы взираем на крест, их больше не существует, и мы не можем больше о них говорить. Хотя это очень трудно, это не помещается на сердце, и оно должно вырасти, оно должно расшириться под действием Богодати Божией, чтобы мы это уразумели. О чем Павел чуть раньше и молится. «И придя, богоистовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание слагаясь, стройно возрастает в святый храм о Господе, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом». Итак, мы имеем мир с Богом, мы не чужие и не пришельцы. Апостол это говорит язычникам, но он говорит это, конечно же, и всем нам, выходцам из язычников, мы не чужие и не пришельцы. У нас есть дом, мы граждане небесного Иерусалима. «Мы сограждане святым и свои Богу». Все святые в мире наши сограждане. Мы являемся гражданами этого небесного града, мы свои Богу, мы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, все здание, то есть церковь, возрастает в святый храм о Господе, на котором вы устрояетесь жилище Божие Духом. Апостол говорит о величии нашего звания и о том, какова теперь наша подлинная идентичность. Наша задача, как христиан, глубоко проникаться этим, глубоко это осознавать, молиться Богу, чтобы он дал нам понимание того, кто мы теперь такие по дару крещения, по дару принадлежности к церкви, чтобы мы учились жить, исходя из этого, о чем апостол пишет дальше, но об этом мы поговорим уже, когда будем говорить о следующей главе. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...